приветствую всех на своем канале благодарю всех что смотрите мои видео что подписывайтесь вот сейчас я поеду опять себе в гараж и что видео будет о том как я переделал систему вентиляции картера картерных газов я набрел на одну тему в интернете мне ребят подсказали там кое-что сделать и в качестве эксперимента я сделал что она уже переделана я просто вкратце вам расскажу как это все делалось там но что какие уже положительные эффекты и этого я заметил может быть конечно что-то дальнейшей эксплуатации что-то про получится какие-то может быть наоборот нюансы можем будем смотреть в общем как бы процессе эксплуатации мы увидим все плюсы и минусы этой переделки но вот пока хотелось бы показать что мы можем видеть обороты в машины устойчивы вот можно показать сейчас погазовал да и она возвращается на свое место и обороты где-то вот около тысячи там девятьсот пятьдесят девятьсот семьдесят вот машинами прогрета подымаю оборота до двух с половиной тысяч две с половиной тысячи где-то так вот да видите и скидываем да никаких дерганий нет машины работает нормально в общем вот смотрите видео до конца и сейчас я приеду в гараж я вам покажу как я переделываю эту систему ну вот мы прибыли в гараж я тут немножко заработался точнее вот ну короче делаю профилактику хочу очистить свечи хотя в принципе ну я как бы делаю это раз 8000 когда меняю масло не затягиваю и ну как бы в качестве профилактики я не смотрю в каком они состоянии точнее смотрю когда выкручиваю но не жду пока они придут в какое-то состояние не совсем хорошие или когда-то они выйдут из строя или они будут какой-нибудь нагар не такой из-за некачественной смеси то есть я делаю это периодически ну а сейчас вот сейчас я свечу со свечами закончу вот и я сейчас вам расскажу что я значит сделал здесь у нас стоял тройник вот он в каком состоянии я его снял он уже тут несколько раз леченый то есть здесь были трещинки и он постоянно забивается парами такого масла которое гонит в черепаху и отсюда гонит в черепаху ну и вот с нижней вот этой трубки цепуна вот это вот так же гонит в черепаху в общем я посмотрел на одном из сайтов как ребята предлагают переделать и попробовал сам что мы сделали с нижней трубки я по идее здесь надо поставить тройник и все подать здесь заглушить эту трубку заглушить и через тройник все три шланга два шланга соедините третий шланг должен пойти вот сюда так то есть напрямую фильтр сейчас покажу что мы сделали фильтры вот мы сейчас это делаем с ними и посмотрим что у нас там получилось машина уже кстати проехала лет порядка 150 километров после переделки кстати вот видите пятна тут никакого масляного нет вот здесь стоит такой вот значит г-образный шланг я поставил так вот и тоже я не наблюдаю никаких здесь масляных отражений вот что мы делаем мы сверлим отверстие в корешку сверху чуть-чуть вот ближе к низу вот и вставляем туда обычного водопроводного трубы пластика взял я вот такую трубку вот обычная трубка отрезал кусочек припаял к ней муфточку надо обязательно взять переходную муфточку чтобы был упор и здесь вот то есть вот она у меня запаяна здесь вот видите она вот запаяна с той стороны стоит хомут и она держит геобразный шланг сюда одевается шланг чтобы не болталось там ребят предлагают сереньков но я вот сюда вот вставил точно такой же трубки кусок в петлю которая поднимает натор чуть-чуть ее надо подтащить то есть такое соединение сюда у меня не хватало шланга точнее даже не то чтобы скажем не хватало у меня не было такого изгиба чтобы поставить здесь сторонник поэтому вот я решил сделать понемножко как бы на свое усмотрение то есть вот это вот я опять соединяю и через г-образный опять шланг я одеваю на нижнюю трубку которая вот нижней идет вентиляция картерных газов а здесь я сделал у меня был бы треть пассата здесь вот с верхнего сыпуна головки блока то есть вот таким вот тоже г-образным я оставил на значит черепахи сейчас мы снимем 150 километров засовываем сюда пальчик здесь сухо засовываем туда пальчик здесь тоже сухо проехал 150 километров я показывал вам с самого начала что у меня обороты стали намного устойче вот проехали 150 километров пока никаких эксцессов нет может быть это кстати говоря не до работы не знаю не могу точно утверждать в общем буду ездить до следующей замены масла и посмотрю что будет обязательно вам скажу но машина стала работать устойчиво никаких дерганий нет обороты устойчивые конечно перед этим я вымыл всю крышку монофтруйскую полностью да там вымыл все чтобы там было все чистенько и вымыл сам отложения которые были на монофтруйской тоже вымыл достал форсунку вот очистителем карбюратора побрызгал и продолжатым воздухом вот такая вот переделка посмотрим что она нам даст то есть будем наблюдать вот пока только одни плюсы и если это решит вопрос с оборотами то есть еще надо проехать в сырую погоду кстати скоро осень и это начнется когда машина начнет отсыревать постояв нож посмотрим как это будет влиять на обороты двигателя все в курсе что есть проблема такая что она начинает пока не прогреется или даже в процессе движения на дороге иногда прыгают то есть тут даже плод до того что она может машина вообще заглохнуть вот такое значит видео хотел с вами этим поделиться будем смотреть и буду вам рассказывать как машина будет вести себя дальше ну а на этом все всем удачи до свидания подписывайтесь на канал ставьте лайки комментируйте задавайте вопросы спасибо что смотрите все всем пока